Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Как жить на болоте? Проблему пытаются решить жители дома номер 6 по улице Муканова. Сегодня простились с полицейским, который на днях покончил жизнь самоубийством. Народные избранники наведались в Карагандинский зоопарк. Как жить на болоте? Эту проблему пытаются решить жители дома номер 6 по улице Муканова в Караганде. Решают ее уже не один год. Все их призывы о помощи теряются в болотной тиши кабинетов. Рассказывает Сергей Высокосов. Чтобы добраться к своим подъездам, жителям дома номер 6 и рядом стоящих зданий необходим гидрокостюм. Или, по крайней мере, болотные сапоги. Круглый год она стоит, вот эта хозяйство тут. И мы ничего не можем делать. Можно ободрить жителей. Раз здесь живут лягушки и летает разная живность, вроде комаров, значит с экологией все в порядке. Можно предложить, например, разводить уток, гусей. А что, воды хоть добавляй? Мало будет качать из подвала. Там это вода, родник или что, источник. Брали грунтовую, вот эту воду специально брали. Подтвердилось, что это источник. Есть дополнительные возможности пополнить водный бассейн. Возле дома номер 6, дробь 3, находится канализационный колодец. А около 606 школы – ручей. Вся жидкость течет в подвал дома номер 6. Разрушена сетка уже в этом панели. Из-за воды? Из-за воды, только из-за воды, конечно. Даже видно, как вода подходит, отметка, видно, это воды подходит сюда. За целых 70-80 сантиметров этот нас фундамент все время в воде находится. И в полу подвал воды. Я из подъезда, да, я выходила прямо вот в воде пол. Да, не плавать гусям по этому морю разливанному. Дом-то дал трещину, не дай бог. Он уже наклонился вот в эту сторону и трещину дал. Когда укладывали асфальт, все ливневки засыпали. В Акимат писали, но там тоже люди, не могут они за всеми дворами уследить. А тут еще мебельный цех обезопасил себя от затоплений. Вот мебельный цех ты засыпал, ты горелись. В воде-то уходить некуда. Подсобил и владелец боровичка. Ему-то сухо. А до остальных и дела нет. Нет бы всем вместе собраться и решить одну общую проблему. Если на месте болота заработает детская площадка, засверкает чистотой асфальт. Глядишь, и клиентов прибавится. Детская площадка, она нам даже не понадобится. У нас дом будут трубки. Есть в этом доме КСК, но работает ни шатка, ни валка. Да и не потянет оно на выполнение всех необходимых работ для восстановления былого порядка. А как раньше домоуправление было ЖКО, да? Одно. За все отвечало и все было сухо, чисто, хорошо. Все было чисто. Кстати о чистоте. Почему-то все близлежащие магазины несут мусор в эти контейнеры. Но убирать коробки никто не собирается. Горком Транс, к чему ведомству относятся эти емкости, тоже не следит за брошенным мусором. Сверху уберут, а все остальное у нас... Ветер пошел, все подумал. Ну вот разнесло как. И мы потом же вот смотрим, как на панораму... Вот мы еще только немножко сами, вот под балконом это мы убираемся. Вот только два человека у нас. А остальные никто не выйдет, никто. А дворника у нас нет. Люди живут здесь закаленные. Всякого навидались. Выделили полтора миллиона на установку крыши. Взялась компания «Глория» ее сделать. И сделала. Но никто не радовался. И правильно делали. В буквальном смысле слова ее ветром сдуло. Никто духом не упал. Жильцы верхних этажей сами за свой счет восстановили легковесное творение «Глории». Кто-нибудь извинился? Нет. А зачем? И так переживут. Может и сейчас бы пережили болотную эпопею жителей дома номер 6 по улице Муканово. Да терпение на пределе. И перед детьми неудобно. Ведь все-таки Казахстан строит новое социальное общество. Во главу угла которого ставится задача повысить качество жизни всех граждан. Сергей Высокосов, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, 1-й Карагандинский. Сегодня простились с полицейским, который на днях покончил жизнь самоубийством. Напомним, трагедия произошла в ночь с 15 на 16 апреля возле здания вытрезвителя. На следующий день после случившегося стало известно, что 25-летний сотрудник полиции подозревался в изнасиловании. Для чего? Для чего это? Скажите вот. Я вот сестра. Для чего? Ну, это наше соболезнование. У родственников погибшего шок. Потерявшие близкого человека говорить что-либо о случившемся попросту не хотели. У меня ночью не было, я только в день работала. Ну а что слышали? Сотрудники вытрезвителя также о происшествии рассказывать не стали. В ДВД нашим корреспондентам рассказали, что полицейский должен был дежурить в вытрезвителе. Сюда он приехал на личном авто. В своей легковушке он и застрелился. По сведению пресс-службы ДВД региона, полицейский выстрелил себе в висок из табельного оружия. Это произошло около часа ночи. Асхату Клышеву было всего 25. В органах он проработал около года. 25-летний полицейский полка патрульной полиции УВД города Караганды в органах внутренний дел с апреля 2012 года произвел выстрел в высочную область справа из закрепленного табельного пистолета, в результате чего скончался на месте происшествия. Проводится расследование. А вот в агентстве Костак на днях появилось сообщение о том, что сотрудник полка патрульной полиции УВД Караганды подозревался в изнасиловании. Обвинила в преступлении полицейского женщина, которую погибший Асхат Клышев якобы довозила из выдрезвителя домой. В заявлении Карагандинка пояснила, что сотрудник органов внутренних дел предложил довезти ее до дома и изнасиловал в салоне своего автомобиля. В ДВД области эту информацию подтвердили. Также отметили, что потерпевшая заявление по неизвестной причине забрала. Мирамгуль Салкимбаева, Толегин Рашид, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Прервемся на рекламу. Далее все самое интересное. Ацидофилус выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. Натяже. С заботой о вашем здоровье. У дорожных полицейских началось сезонное обострение аварийности. А всему виной в мотоциклисты, появившиеся на дорогах области после зимнего перерыва. За 4 дня апреля зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с их участием. Увидев мотоцикл на дороге, неплохо принять повышенные меры безопасности. С появлением скутеров, байков и вовсе становится тревожно на проезжей части. По области сегодня зарегистрировано около 4 тысяч мотоциклов. Только в этом году за три месяца встали на учет в Управлении дорожной полиции 96 мотоциклистов. Основная проблема не в количестве мототехники, а в повышении аварийности на дорогах. Весенний-летний период особенно богат на ДТП с лихачами на железных конях. Учитывая, что водители мотоциклов, в отличие от спортсменов-профессионалов, практически ничем не защищены, кроме шлема, можете представить, какие травмы они получают при ДТП. В апрель месяц у нас уже 6 ДТП за 4 дня. И все они с пострадавшими. 6 ДТП. Надо упомянуть в связи с этим продавцов скутеров и байков. Они завозят их тысячами. К мототехнике относятся как к товару и все. Двухколесное средство передвижения с объемом двигателя менее 0,5 литра не регистрируется в органах внутренних дел. Водителей никто не обучает. Отсюда вывод. До тех пор, пока на дорогах будут находиться необученные мотоциклисты, не понимающие, что такое дисциплина на проезжей части, ничего не изменится. Даже таможня при оформлении провоза байков и скутеров относится к ним как к товару. Мы сейчас этот вопрос уже начали поднимать на уровне областных управлений, чтобы привлечь хотя бы общественность туда. И, конечно же, с транспортным, с таможенным комитетом мы сейчас вопрос этот обработаем. Может быть, поменять, либо поменять таможенный кодекс. Любое транспортное средство – это объект с повышенной опасностью. Мотоцикл трижды опасен. Сергей Высокосов, Баужан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Мы продолжаем выпуск. Что должен знать чиновник о госслужбе? В Караганде стартовал праворазъяснительный семинар для госслужащих по изменениям и дополнениям законе о государственной службе, которые вступили в силу 26 марта текущего года. В первую очередь изменилась система отбора на государственную службу. Приняты новый реестр должностей, ужесточили квалификационные требования к чиновникам. Кроме того, произошли изменения в системе аттестации. Теперь госслужащий может пройти тестирование, получить сертификат соответствия, который будет действительным в течение года. А еще в Казахстане упразднили понятие «бастык». Оно выведено из реестра государственных должностей. Начальников отныне называют руководителями. Об этих и других изменениях сегодня рассказали областным и городским чиновникам. С сегодняшнего дня начинаем серию таких семинаров. Семинары, как бы называются, праворазъяснительные семинары по изменению и дополнению законодательства о государственной службе. Мы будем проводить во всех, не только в области. Мы будем выезжать в каждый район, в каждый город нашей области. И в каждом государственном органе будем проводить, чтобы наши работающие государственные служащие, руководители государственных органов знали все те нормы, которые внесены в новые законы о государственной службе. Депутаты наведались в Карагандинский зоопарк. Состояние местного зверинца на сегодняшний день в некоторой части оставляет желать лучшего. Аварийные вольеры для медведей, прохудившаяся крыша. Народным избранникам показали все болевые точки питомника. Накануне состоялось совместное заседание постоянных комиссий Карагандинского городского маслехата. Посовещавшись в кабинетах, народные избранники отправились сначала в библиотеку, а затем зоопарк. Не на экскурсию, а решать проблемы, которых, слову, в Карагандинском питомнике скопилось немало. Визитная карточка шахтерской столицы с давней историей сегодня переживает не лучшие времена. Медведи-любимцы карагандинской публики живут не в самых удобных условиях. Клетки старые, достаточно маленькие для взрослых бурых таптыгиных. Замена ограждений – процедура дорогостоящая, на которую средства из бюджета пока не предусмотрены. А еще в зоопарке давно прохудилась крыша. Чтобы отремонтировать кровлю, необходимо 22 миллиона тенге. Где найти такие деньги, руководство зверинца не представляет. Необходимы и специальные дорожки к вольерам. Об этом сотрудники зоопарка тоже рассказали народным избранникам. Депутаты обещали помочь. Кто, если не депутаты, поднимет этот вопрос? И я, ну, гарантировать мы ничего не можем, но и тем не менее, я только хочу сказать, что Акиму мы скажем, да. Вот, Акиму скажем, Акимы к нам прислушиваются. Что касается крыши, конечно, мы будем однозначно, наверное, эти вещи лоббировать. Потому что крыши и вольеры, да. Для хищников обязательно, для копытных надо что-то посмотреть и птицы. Зато, как рассказала встречающая сторона по дорожной карте, здесь реконструировали большую часть ограждений и заменили коммуникации. Тем не менее, все вопросы, которые возникли в ходе выездного заседания, депутаты поднимут уже в ближайшее время на совместном собрании постоянных комиссий Карагандинского городского маслехата. Ирина Камышова, Жасгабасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Доступно о доступном жилье. 19 апреля в 11 часов в Большом зале городского Акимата состоится презентация программы «Доступное жилье-2020». К участию приглашают граждан, состоящих в очереди на получение жилья. Поселок Кокпекты в скором времени включат в состав Караганды. Такие поручения дал Аким области Баужан Абдишев в рамках рабочего визита в Бухажрауский район. К слову, здесь в рамках поездки глава региона ознакомился с социально-экономическим развитием района, посетил объекты производственного и социального назначения, встретился с жителями. Глава области побывал на Нурказганском горно-обогатительном комбинате корпорации «Казахмыс». Интересовался производственными показателями и условиями труда работников этого предприятия, а также спускался шахт трудника Нурказган. Сейчас фабрика вышла на производительность 3 миллиона тонн в год переработки. Проект на производительность 4 миллиона тонн. На эту производительность планируем выйти через два года. А это поселок Кокпекты. Здесь Аким области осмотрел среднюю школу, ознакомился с ее материально-технической базой. В ходе встречи с жителями поселка Баожан Абдишев поручил Акимату Караганды передать учебное заведение в ведомственное и территориальное подчинение областному центру. Помимо этого, глава области предложил местному населению и властям Бухаржираусского района рассмотреть вопрос о создании на ее базе мини-центра для детей дошкольного возраста, а для школьников организовать автобусное движение, чтобы они могли обучаться в ближайшей школе Октябрьского района. Баожан Абдишев пообещал, что в ближайшее время решится вопрос и с дорогами в поселке. Баожан Абдишев сообщил, что после включения поселка Кокпекты в состав Караганды за счет городского бюджета будут решены вопросы обеспечения населения битьевой водой, освещения улиц, а также выделения пастбищ для скота. В программу поездки входило также посещение Куученского угольного разреза и знакомство с его работой. После этого состояла встреча Акимобласти с жителями села Петровки, где поднимались такие вопросы, как строительство водопровода и клуба, а также выделение пастбищ для скота. По каждому из них глава региона дал поручение Акиму района и соответствующим областным структурам. Я специально в проектах хотел посмотреть, все-таки убедиться, как живут сегодня у нас наши граждане в поселках, в сельских районах. Реально как реализуются те программы и много вопросов, которые мы должны на стыке и в свое время стыковать. Поэтому, я думаю, те вопросы, которые вы поднимаете, сегодня они актуальны, они не только у вас в вашем районе, в вашем поселке, они характерны в целом всех районов нашей области, но комплексно, системно будем этим решать. Карагандинцев приглашают на ярмарку вакансии. Завтра, 19 апреля, в 10 часов утра в здании спорткомплекса имени Нуркена Абдирова пройдет ярмарка свободных рабочих мест и вакантных должностей. Также здесь можно будет получить разъяснения по государственным программам «Занятость-2020», «Дорожная карта бизнеса», «Доступное жилье», а также модернизация ЖКХ и «Мой двор». Образование будущего с e-learning. Карагандинским педагогам рассказали об инновационной системе обучения, которая помогает облегчить работу учителям, а также развивать способности у школьников. Подробнее у Нурилы Туржан. e-learning призна одной из прогрессивных на сегодняшний день форм обучения, которая динамично внедряется в системы образования многих стран мира. В Казахстане эту систему начали вводить с 2011 года, в Астане, Алмате и Караганде. В период внедрения инновационной системы в пилотный проект вошли две карагандинские школы – 39-я и 92-я гимназия. О возможностях новейшей системы образования нам рассказал один из организаторов семинара. В 2011 году в Республике Казахстан внедряется система, которая позволяет детям поближе познакомиться с компьютером, которая позволяет изучать из дома многие предметы, которая позволяет родителям следить за тем, как ребенок успевает в учебе. Электронное обучение включает в себя автоматизированное рабочее место учителя. Это электронные журналы, дневники, планирование, электронные учительские смс-оповещения родителей. Затем эти данные попадают в интернет, и родитель, получив логин и пароль в школе, только он может видеть свои оценки, заходит и может видеть, как его ребенок был в школе, не был в школе, какие оценки получил, что ему грозит и что ему задавали. Электронное обучение включает в следующую IT-инфраструктуру. Это современные персональные компьютеры, ноутбуки, моноблоки, интерактивные и мультимедийные проекторы, многофункциональные устройства и интерактивные подиумы. Ученики 92-й школы отметили, что с новыми оборудованиями стало интереснее учиться. Им нравится слушать объяснения учителей именно с использованием этих ресурсов. Разработкой платформы системы электронного обучения «Еленинг» и поставкой оборудования занимается акционерное общество «Национальные информационные технологии», и поэтому на данном семинаре они приняли участие, чтобы ответить на интересующие вопросы слушателей. Наша задача сегодня – какие-то проблемы, моменты записать по школам, либо какие-то, может быть, просьбы, проблемы по монтажу локальной сети, в общем, по проекту «Еленинг», по порталу «Еиду», ну и каких-то прочих проблем, либо положительных, отрицательных моментов. Все это зафиксировать и по возможности это все либо исправить, дополнить. По прогнозам Министерства образования Республики Казахстан, к 2015 году число пользователей системы электронного обучения составит ориентировочно 50%, а к 2020 году более 90%. Нурилат Уржан, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Караганинский. Время новостей спорта, о них расскажет Берри Копаров. Спонсор показа «Галакси Групп», производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ, балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». В Караганде во Дворце культуры студентов Каргу стартовала Республиканская студенческая олимпиада по туризму. Олимпиада состоит из двух этапов. Первый – творческий, где команды получают различные задания и выполняют их онлайн. Второй этап – финальный, где команды проводят экскурсионный маршрут по городу под названием «Где-где в Караганде» и защищают собственные проекты. По результатам этой алимпиады можно судить по уровню подготовки данной специальности в музее Казахстана. Можно перенять опыт, можно где-то обменяться, поделиться, быть тихий, быть общим какому единому мнению. 19-килограммовый кубок «Братины», который так жаждут хоккеисты и болельщики Караганды и Нефтекамска, прибыл в Караганду. Специальный конвой не отходил от кубка ни на минуту. Представители ВХЛ водрузили Братину на специальный помост над полем. Это все значит только одно. Финальные матчи кубка «Братины» стартуют уже сегодня. Победитель первого этапа чемпионата высшей хоккейной лиги Карагандинская Сарарка готова вступить в бой с действующим обладателем кубка «Братины» Нефтекамским Торосом. Первые две встречи финальной серии пройдут в Караганде. Дальше слово за Нефтекамском. Дерзкие дебютанты против опытных бойцов лиги. Хватит ли запала Карагандинскому клубу или опыт возьмет свое? Ответы на все эти вопросы мы узнаем совсем скоро. 18-19 апреля, 19.00, Ледовый дворец, Караганды-Арена. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саубонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова